А зачем деньги? Они на один день тратятся. Это ты где взял их деньги-то? У родителей поди украл? Так, работал. Тебе сколько лет-то? Две. Знаете? Молимся, да? Молимся, благодарим Бога, что Он нас создал, дал новый день. Прекрасный день мирный. А можно один маленький вопрос? А можно не маленький, а большие вопросы? Да, давай, от маленьких начинается большие. Да, вы только скажите, вы эту книгу считали когда-нибудь? Нет, серьезно не считаю. Собираю считать. Надо считать, тогда будешь знать. Давай. А вы Коран считали? Коран считали? Да чего же не считать-то? Я на него книгу написал целую. О нем книгу написал. Каждый суру аят разбираю в сравнении с Библией. О, вот у меня еще к вам возник вопрос, серьезный вопрос. Вот и Библию читали, и Коран читали. Между ними, какая из них правая книга? Ну, Коран и... Это ваша священная книга, Библия, это наша. У нас есть Спаситель, а у вас Спасителя нет. Вот и разница. Христос умер за грехи людей. Он вознесся. Сейчас, через неделю будет Пасха. Мы будем говорить, Христос воскрес, а вам никогда это не сказать. Вот давайте, мысленно так, вы соображайте. Мы пришли на кладбище мира. Там похоронены люди, 7 тысяч лет хоронили. И мы скажем, Цезарь из-под земли. И здесь. Наполеон здесь. Мухаммад здесь. Христос из-под земли услышит. Его нету. Он воскрес, вознесся на небо. Но он придет. Да, придет судить мир. Правильно. Еще иммун Махди переделал. Знаете, я Коран сравниваю по сурам и аятам с Библией весь Коран. Вот Библию, чтобы прослушать, просчитать. Вот так нормально. Вначале было слово, я ее насчитывал. Требуется 89 часов с половиной. 89, запомни. Чтобы Коран просчитать, требуется 16 с половиной часов. Он в 5 с половиной раз меньше Библии. Ну, если Коран, слово, аят, слово, переводим, допустим. Да. Очень далеко будет. Даже больше к Библии будет. Правильно? Это вы не знаете. Неправильно. У нас спаситель. Я вот всех спрашиваю. Вы только не уходите сейчас. А вы выключаете сразу. Кто такой Шингиз Атматов? Шингиз Атматов? Ни один мусульманин не может сказать. Это мусульманский писатель. Герой социалистического труда. Я в городе Фрунзе жил. Встречались наши братья с ним. Слушай внимательно, не уходи. Не уходи только. Я вот Шингиз Атматов написал книгу «Плаха». Такая хорошая книга. Мы ее покупали в магазине и раздавали людям. И вот к нему приехал корреспондент с Москвы. Литературная газета должна быть. И говорит, там называют его Шингиз Атматович. А почему главный герой христианин, а не мусульманин? Вы же мусульманин. Говорит, да, я мусульманин. Но Мухаммад делал добрые дела. А Христос умер за людей. Это большая разница. Зачем зимой под холодную воду зайдете? Чтобы помыть грехи? Подожди. А кто? Я никогда не делал этого. Ну, это закон христианский. Нет, это не закон. Это... Это не закон. Заблуждение людей. Да вот это, ну... Замороз... Да я знаю, знаю это. Это все обман люди делают. Он думает, вчера напился, а сегодня он скупался. Нет. Это неправильно. Это абсолютно неправильно. У вас пьют. Не пьют. У нас в рот не берут. Мы деревню строим православную. У нас может поселиться, кто не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. В деревню заезжает табличка. Курить на территории деревни запрещается. Что-то нет. Что, не нравится? Да. А что не нравится-то? Христос? Христос воскрес, будем говорить через неделю. Не знаю. А что не знаешь? Что не знаешь? Ты эту книгу считал когда-нибудь? Да. Ну, пробовал. Да. Это святая Библия. Как Бог сотворил мир. А это веды? А? Как же веды? Веды славянские. Веды? Да, веды. Нам зачем эти веды? Мы считаем божественное, а не сатанинское. Ну, что ж, все ясно. Entonces мы проверим.